Всем привет! Вас приветствует Настя Кальченко. Сегодня я вам покажу, как закрыть консервацию сливы с чесноком. Для начала мы собираем сливы или покупаем сливы твердые. Моем сливы. Теперь мы моем хорошенько сливы. Вот. Моем хорошенько. Берем чеснок. Рассчитайте так зубчики чеснока, чтобы хватило на все сливы. Вот. Мы помыли сливки, очистили и помыли чесночок. Теперь мы берем сливку, разрезаем ее до косточки по шву. Напоминаю, что сливы должны быть твердые. Теперь аккуратно ее раскрываем не до конца. Ну, у меня так и получилось. Ну, ничего страшного. Вот. Разрезаем, вынимаем косточку. Вместо косточки туда вкладываем чеснок. Вот. У нас получилась вот такая вот необычная слива. В нашу стерильную рубанку мы вкладываем лавровый лист, Оставшийся чеснок после начинки. И теперь выкладываем фрукты, то есть наши сливки, чесночком кверху. Продолжение следует... Вот. После того, как мы вложили все сливы, то мы заливаем тонкой струйкой в банку, кипящей водой в банку. Ни в коем случае не на край банки. Заливаем до верха. Прикрываем. Прикрываем крышкой. Прикрываем крышкой. И оставляем на 2 часа до теплого остывания. Вот наша баночка остыла. Теперь мы сливаем рассол в кастрюлю. Теперь насыпаем 2 столовые ложки сахара и полторы столовые ложки соли. Засыпаем. Перед тем, как влить в банку кипящий рассол, мы наливаем в банку 2 столовые ложки уксуса. А потом зальем рассолом. Кипящий рассол. Вот мы заливаем нашу баночку кипящим рассолом. Все, мы залили. Теперь закупориваем нашу баночку закаточным ключом. Дарю. Бакалыч. Дарю. 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 Все, calor. Потом мы ставим банку к низу крышкой и укутываем тёплым одеялом. До полного остывания. Все, всем пока. Счастья, удачи вам и смотрите мои мастер-классы! Ставим лайки, подписываемся на канал и пишем комментарии. Всем пока!